Это подкаст «Сингенты». О том, чем институт занимается и чем может быть полезен российским аграриям. В общем, меньше слов, больше дела. Мы начинаем. Главная тема. В любом подкасте важны спикеры и собеседники. Собственно, наш первый подкаст «Сингенты» про сервисы будет в целом о том, чем занимается институт защиты семян в России. И мы поговорим на эту тему с его директором Павлом Мигулевым. Павел, приветствую тебя в этой студии. Привет, Иван. Ну, собственно, институт защиты семян. Почему именно институт и почему ты все-таки директор, а не ректор? Ты знаешь, наверное, это одна из налюбившихся всем шуток последние полгода. Как после открытия все знакомые спрашивают. Я уже начинаю, мне кажется, скоро буду брать абитуриентов. Сейчас выпускные закончились. Но институт защиты семян – это немножко больше, чем можно понять из названия. Больше, чем защита семян. Больше, чем защита семян, верно. Кто, наверное, давно следит за компанией «Сингента», либо участвовали в наших мероприятиях, заметили, что у нас нет в портфеле протравителей. Это важное замечание, потому что, как мы говорим, многие травят, только мы защищаем. У нас есть препараты для защиты семян. И этот отдел называется по-английски «seed care», то есть «защита семян» переводится на русский, или «забота о семени». И в России у нас существует достаточно уже внушительная команда, которая 24 на 7 занимается именно препаратами для защиты семян. Такой институт, как в России, он не уникален, он 17-й в мире. И это одна из глобальных инициатив, которая поддерживается, начиная с 2008 года, когда именно этот отдел под названием «seed care» на всех уровнях организации отделился, ну, или, скажем так, появился. Появился, да, и существует в таком виде. И как раз-таки институт защиты семян – это та вещь, которая будет объединять основные три направления стратегии в «seed care». Да, это продукты, это всегда собственные разработанные препараты, действующие вещества, которые специально разрабатывают с самого начала именно под защиту семян, не для фунгицидов, гербицидов, да. Потом посмотрим, что из них работает. Целенаправленно ведутся разработки. Это все, что связано с формуляциями, да, потому что в канистре, мы уже прекрасно понимаем, нет не только там действующее вещество, да, еще 12-48 компонентов, которые помогают как раз-таки этому действующему веществу правильно поработать и защищать. Это то, что касается продуктов. Вот обработка, да, следующий такой большой, стратегически важный направление, либо применение, да, это все, что связано, как правильно применять препараты, рекомендовать дозировки, сроки сева, да, какие-то консультационные вещи, это все то, на что мы будем обращать много внимания. Ты вот сейчас рассказываешь фактически тот треолистник, да, или как он правильно называется, цветочек красивости. Да, ну, продукт, продукт, обработка, сервисы, да, POS. Мы думали еще его назвать, ну, применение же правильно вроде как, да, и тогда был бы PPS, но решили остановиться на POS. Вот, да, на логотип есть вот этот трехлистник, и там три буквы, вот, продукт, обработка и сервис. И сервис, ну, понятно, да, они могут быть как лабораторные, так и физические какие-то, консультационные, обучающие. Вот, и мы искренне убеждены, что следующее, там, не знаю, какое-то десятилетие на высококонкурентном рынке средств защиты растений, вообще, в принципе, в России, просто продажа канистр, да, никому не будет интересно, абсолютно, потому что предложения сейчас, особенно сейчас сезон подозимый, да, скоро начнут все думать, какой препарат выбрать, да, огромное, огромнейшее, там, и так будет всегда. Поэтому вот Институт защиты семян призван объединить в России и сконцентрировать там усилия команды по трем направлениям, да, поддержка продуктов, скажем так, как применение на обработке и сервисы, чтобы давать российским, да, сельхозтоваропроизводителям больше, скажем, и качественный уровень поддержки, и когда выбираешь продукты Ситке, да, ты будешь уверен, что, да, все проверено, все проконсультировано, и я получу максимальный возврат инвестиций, который вложил в эти, там, препараты. Ну, осталось только сказать, как. Как получить? Ну, собственно, вот три преимущества, которые есть у компании Сингента, благодаря вот именно своим действующим веществам, формуляции, получается, обработки и сервисам. Собственно, понятно, что действующие вещества разрабатываем мы сами, формуляция – это наше ноу-хау, которое мы также разрабатываем и защищаем. Что по поводу обработки? По поводу обработки сейчас на данном этапе мы, я думаю, многие знают, по крайней мере, кто работает в Сингенте, есть и такая настройка протравочных машин в хозяйствах, когда менеджер, да, то есть специалист, обученный специалист компании Сингенте обрабатывает и настраивает протравочную технику именно в хозяйстве при помощи специального чемодана экспресс-анализа. Большую часть, скажем так, индустриальных заводов, да, крупные предприятия, где выстроен этот процесс, да, подработки семян, обработки семян на более высоком уровне. Мы также, наши специалисты, очень плотно, да, несколько раз в сезон работает и настраивает данные предприятия, причем не только с технической точки зрения, да, и, а также мы смотрим на безопасное применение некоторых продуктов, что очень важно, и порой даже отказываем, да, либо просим руководителей предприятия обратить внимание на целый перечень вопросов, которые связаны с этим. Обращают? Обращают. Многие, ну, скажем так, в Воронежской области пришлось проинвестироваться им, да, но, тем не менее, как бы сейчас они сами это, мы долго на это не могли пойти, и так, когда уже, скажем, коммерческие условия с ними, скажем, мы либо вам не поставляем препарат, либо вы должны все-таки соответствовать требованиям завода, да, к применению данного продукта. Вот, и организация пошла, проинвестировалась, и сейчас, я думаю, что очень отличный индустриальный, ну, завод, да, по обработке семян сейчас существует в Воронежской области, где прекрасное качество на выходе семян. Ну, обычно это кукуруза подсолнечника, сахарная свекла вот с такими, где эти культуры требуют большего внимания, да, и в хозяйстве их уже нет смысла обрабатывать, да, самостоятельно, и, да, вы не сможете, да, чтобы качественно обработать. И последние три года, да, мы развиваем новое направление, такое, как мобильный сервис, мобильная обработка семян, когда к вам в хозяйство приезжает техника, да, уникальная, больше, конечно, пользуются популярностью при обработке семян сои, да, потому что многие столкнулись, это и травмы, это невозможность правильно нанести и так далее, и так далее. Приезжает техника со специалистами, обрабатывает вас в хозяйстве, да, то есть некий завод приезжает к вам домой, да, и обрабатывает семена с гарантией, скажем так, качества. Я думаю, вы об этом еще позже поговорите. Вы слушаете подкаст Сингенты. Я напоминаю, что сегодня у нас на подкасте в гостях директор Института защиты семян Павел Мигулев, и мы говорим об сервисах, которые оказывает Институт защиты семян в России. Чем у нас сейчас обрабатывают семена и почему, собственно говоря, наверное, используют наш продукт? Очень расплывчатый вопрос, Иван. Хорошо, да, хорошо. Давайте рассуждать. Как бы это ни звучало, да, но, к сожалению, пока что в России многие не задумываются, для чего, да, или как, зачем они проводят эту защиту семян, да, эту технологическую операцию. Вроде как все привыкли, надо обрабатывать, там, инсектициды нам, чтобы вредители на ранних этапах не поели, но относятся к этому, скажем так, достаточно халатно. Ну, ты прямо сейчас сказал, всех вот агрономов, которые есть, много ребенка увел. Ну, смотри, я бы, мы шутим, да, иногда там у себя в колуарах, но нам бы хотелось, чтобы брошюры, да, которые лежат на столе агрономов, какого-нибудь трактора, либо, не знаю, там, нового Land Cruiser, да, который они обязательно будут покупать, конкурировали бы с брошюрами, да, с которые, с оборудованием, которое предназначено для подготовки семян, для обработки семян, да, то есть, а у нас это, дай бог, остались старые залы, да, кто-то там их обновляет, поддерживает, у кого-то даже какие-то там триера есть, но это прям, скажем так, больше редкость, да, чем факт. И PS-10, которая уникальная машина, я согласен, да, которая делает так, что, как бы, любой другой, как бы, так не может делать, да, заехала сама в ангар, и теоретически должна выехать, у тебя должен получиться ангар обработанных семян, но этого, к сожалению, не происходит, да, все прекрасно знают, и сколько сил и нервов над этой PS-кой все каждый сезон кладут, вот, но люди хотят проинвестировать, да, больше в трактора, не знаю, в удобрения, в солярку, да, те такие, для них, кажется, базовые вещи, но мы разговариваем, да, вы сейчас будете сеять, вы будете сеять семена, и это инвестиции, большие инвестиции, и о том, как правильно и качественно вы их подготовите изначально, будет зависеть и в дальнейшем, грубо говоря, дальше, следующий сезон в поле, то есть, чем лучше будут подготовлены семена, да, там, чем лучше и правильно они будут защищены, тем выше, да, тем будут возвраты инвестиций, которые предстоят в следующем сезоне. Сейчас, к сожалению, всех заботит солярка, удобрения, новый трактор, новый крузак, я думаю, что эта осень будет еще раз, кто обратит внимание на то, что можно посеять, подготовить семена и посеять, как обычно, либо чуть больше внимания и труда вложить на подготовку семенного материала, может быть, даже покупку, обновление, да, сортов, потом ее обработка, и это даст свои результаты уже в следующем сезоне, потому что, что мы сеем, да, мне всегда есть вопрос, зерно или семена? Фураж, да, либо семена, потому что это биологически абсолютно две зерновки, которые пойдут на семена и пойдет на фураж, это биологически два разных организма. Одно предназначено, как говорится, дать будущую жизнь еще раз, а второе, к сожалению, может, как фураж, да, ну, или зерно, предназначено для, там, технических целей, мука и так далее, и так далее. Поэтому на этом сезоне очень важно обратить внимание именно о качестве семенного материала, да, его правильную подработку, потом по следующему обработку и так далее. И вот как раз эти сервисы, да, во многом они и будут помогать агрономам, да, принимать решение, о какую партию мне сеять, да, как проверить их, схожесть, энергию, фитоэкспертиза семян мы будем оказывать в институте и, в принципе, на яровых, да, сою, яровызерновые это делали уже. И получая эти данные, агрономы могут принимать решение, все-таки какую партию с большей схожестью, с меньшей зараженностью, да, я могу выбрать для посева. Ну, подожди, давай еще раз вот уже, как говорится, конкретизируем, что, какие там сервисы и конкретно, там, я не знаю, что в институте-то есть, там, потому что мы это, конечно, неоднократно говорили в наших видео, но, наверное, стоит сейчас напомнить. Ну, институт, ну, как я сказал, 17 в мире, но один из крупнейших в мире. Нам удалось соединить все основные направления, которые понадобятся в качестве сервисов нашим партнерам, да, кто будет использовать наши препараты. И условно мы разделили на большой блок химических, да, химическая лаборатория, которая оценивает качество нанесения, начиная от, сколько действующее вещество и какого действующее вещество у вас находится на семенах после обработки, да, можно это все сравнивать. Хотели, там, полтора литра на тонну, вот фактически сколько у меня все-таки. Эта лаборатория также занимается дополнительными анализами в плане, как пыльность, определение пыльности, да, который в последние годы набирает этот фактор непопулярности, да, необходимости за ним его наблюдать, контролировать и так далее. Текучести, да, потому что во многих случаях после обработки в семян падает текучесть, а те, кто использует современные пассивные комплексы, да, где скорость сева, там, огромная, потеря текучести означает, что у тебя не будет та густота, которую ты планировал. За этим тоже нужно внимательно смотреть. Ну и всевозможные, там, тесты на покрытие, да, может быть, вы там видели, всем нравится этот прибор, который, там, с помощью нейросети и фотографии, да, постоянно анализирует, как правильно препарат распределился на поверхности семени. Вот, то есть химический блок, биологический, причем биологический мы, скажем так, пошли с запасом, да, на будущее, и хочу сказать, сейчас в России куча лабораторий, которые предоставляют вот эту фитоэкспертизу семян, да, как мы смеемся, в каждом районе есть людочка, которая, у нее есть некая лаборатория, которая делает эти анализы. В Сингенте, ну, кто знает, достаточно давно уже существует и в Сколково, да, и в Краснодаре у нас есть комплекс лабораторий. В институте мы пошли чуть дальше, да, с расчетом того, что мы будем проводить анализы, ну, как классическими методами, да, микробиологическими, так и при помощи молекулярных, да, вот там сейчас все знакомы с ПЦРом, что-то подобное будет производиться и здесь, потому что, ну, все-таки человеческая ошибка, да, это человеческая ошибка в приборе такого, все, что есть на семенах, да, или там в почве, что мы, кстати, делаем фитоэкспертизу почвы, что тоже уникально, данные приборы будут показывать. И на основании этих данных уже технические эксперты компании дают рекомендации, что у вас, например, в почве, да, если мы говорим за почву, после проведенных анализов слишком мало, скажем так, супрессивной нутриходермы, мало у вас боли, у вас высокий риск заболеваний из-за этого, у вас много фузариоза, резоктоний, да, поэтому есть огромный риск корневых гнили тех самых, да, поэтому нужно подбирать препарат уже с более мощной, да, защитой как раз-таки корневой системы, растения и так далее. Прежде чем дать какую-то рекомендацию, эти сервисы надо оказать, соответственно, как, как это сделать аграрию? Как это сделать аграрию? Да просто, если вы, естественно, мы сервисы оказываем только тем, кто купил продукты для защиты семян, да, сингенты. Я думаю, у вас есть региональный, да, специалист, который с вами работает, сотрудник сингента, отдела продаж. Прекрасно все ребята обученные и знают, как правильно отобрать семена на анализ, как отобрать почву, да, вот сейчас как раз сезон, нужно на предшественнике, грубо говоря, отбирать почву, да, и уже будешь знать, насколько, говорится, у тебя там фитопатогенный фон высокий либо низкий. Менеджер отдел и продаж, да, это все является неким связующим звеном между лабораториями, да, института и конечным потребителем. Вот также мы смотрим, я думаю, что мы такой некий анонс сделаем, что скоро на сайте у нас появится возможность, как говорится, покупать данные услуги, да, но сейчас мы работаем над этим. Заказать сервис онлайн, одним словом. Да, 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 да. Круто, с учетом того, что у нас на сайте появляются регулярно новые функции, открываются, то, пожалуй, это будет еще одним поводом посетить сайт и заказать, соответственно, какие-то полезные сервисы. Это будет платно, бесплатно? Если вы через менеджеров, да, это бесплатно. Они, как говорится, управляют этим процессом полностью. Если через сайт, тогда да, платно. Ну, через сайт любой, условно говоря, может подойти, и там, если он видит, ему кажется, что это надо, то он сделает, правильно? Да. То есть не надо будет даже, как говорится, консультироваться и ждать именно этого. Понятно, мы не весь спектр стук поставим на сайт, но такие основные лабораторные исследования, да, это как раз то, что нужно. И мы видим, как развивается сельское хозяйство, да, и все-таки, я думаю, не за горами тут час, когда будет, как с анализами, да, когда вы сдаете кровь, когда вам говорят, здесь хорошо, здесь плохо, здесь вот витаминов попейте и так далее. Что-то подобное, я думаю, будет и в сельском хозяйстве с развитием технологий, с развитием вот этих лабораторных исследований и так далее. Что будет более точно и конкретно давать рекомендации. А с каким объемом может справиться институт? Вся Россия вдруг сейчас придет и закажет фитоэкспертизу почвы. Ну, мы, как говорится, не первый год этим занимаемся, да. У нас, как я сказал, есть еще сателлит Сколково в Краснодаре, причем в Краснодаре там будут расширяться лаборатории. Ну, если брать год, то это порядка трех тысяч образцов на фитоэкспертизу семян, но около тысячи образцов фитоэкспертизу почвы, да, делается в течение сезона. Институт, конечно, безо своих размеров, я думаю, что добавит еще мощности в этом сезоне. Мы как бы тут были пробные на яровых, да, что показало хорошо, что все работает. Теперь в сезон о зимах, я думаю, мы усилимся гораздо, да, в несколько раз. Если будут такие желающие, да, мы готовы это развести. Но также мы смотрим в будущее, да, там, особенно ту же сою, и поняли, что такие там анализы, как схожесть энергии, это как бы все, да, делают там фитоэкспертизу, зараженность. Мы начали, увидели, есть хорошая зависимость именно в травмируемости семян, да, сои это очень актуально, что вроде семена хорошие, но из-за травм, которые они получили во время уборки, подготовки, там, обработки семян, растения могут сходить на первых этапах очень, скажем так, задержкой и искореженной. И вот этот уникальный след, что как оценить травмированность, пока что я знаю, что только мы, наверное, его можем предоставлять. И получается, что вот эти сервисы, которые уникальные, как они будут развиваться? Станут ли они стандартом, как ты думаешь? Могут ли их сделать в других лабораториях, как стандарт? Ну, это как бы не секрет, да, но я думаю, что при должном уровне подготовки самой лаборатории, да, это как бы и специалистов все это реально. Все учились в одних и тех же вузах и одному и тому же у всех учили. Вопрос организации этого всего, да, может быть, там, каких-то определенных технологий, методик, которые отработаны, да, это все, как говорится, наша коммерческая тайна, да, потому что есть ГОСТы, есть стандартные методики, да, но там некоторые анализы, к сожалению, не идут так, как запланированы, тут уже нужно ухищряться, да, и как раз таки люди, люди решают, да, эти специалисты, которые сейчас у нас набраны в институте, вот, у них в голове много чего скрыто, да, которые знают, как правильно, да, там, это делать. Ну, с этими специалистами мы еще поговорим в следующих наших подкастах. Я уверен, что они нам откроют некоторые, ну, можно сказать, не тайны, но, по крайней мере, мы поймем, как они и чего добились. Собственно, всегда интересно узнать, как человек, там, из обычной инструкции придумал, наконец, то, что работает, как в том анекдоте, когда ты собираешь будильник, а у него остаются запчасти. Это моя история, да, всегда так происходит почему-то. Понятно. Простой ответ. Чаще всего стоит вопрос, вот, я купил семена, а на них есть, условно, там, сертификаты и прочее, но у меня вот есть какие-то, там, не то чтобы сомнения, мне для успокоения нужно проверить бы, хотелось бы, насколько они качественны. Агрономы могут это сделать через институт защиты семян? Смотрите, ну, тут надо разделять культуры, потому что, например, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, да, все привыкли покупать каждый год, да, пассивные единицы в мешках, хоть и последние тут, да, сезоны с поставками, да, у как бы все, мягко сказать, у всех вопросы, да, у всех компаний, ну, потому что там много факторов сложилось, но тем не менее, да, люди покупают куруз, подсолнечник, сахарная свекла, рапс, да, там, зима и рожь, например, уже, как говорится, под семенной компанией, да, которая уже обработана, это раз, и, ну, чтобы вы знали, практически все семенные компании работают продуктами для защиты семян, вот, все-таки, да, там, не знаю, такие бренды, как Крузер, их не надо там никому представлять, да, это уже достаем такие стандарты, скажем так, обработки Форзе, там, Форс Магна, да, Крузер Форс и так далее. И на момент с этими семенами, да, коммерческими, назовем так, мы работаем, уже работаем, да, на, скажем так, до того, как эти семена попадут агроному в руки. Ездят специалисты, заводы регулярно отсылают в институт свои семена, которые мы, проводятся анализы на количество действующих веществ, на всхожесть, да, если что-то происходит, пошло не по плану, да, это обязательно наговорится руководителю по производству, и они корректируют там свои работы, либо полностью удаляют эту партию из коммерции. Поэтому, так как в России все-таки растет уровень локализации производства собственных семян, да, вот одна из таких тоже больших направлений деятельности, которая не будет всем видна, да, институту защиты семянными институтами, это как раз таки не выпускать на рынок некачественные семена кукурузы, подсолнечник, сахарные свеклы, а предотвращать, да, своими там сервисами промашки, скажем так, в производстве на этапах подготовки семенного материала. Да, чтобы от заводов исходило только качественное. Второй момент, если это культура, например, зерновые, да, соя, ну, в большей той или иной степени. А здесь у агрономов, да, есть выбор, как бы, можно обратиться к каким-то локальным, да, лабораториям, там, которые проведут анализы. Либо, если выбор, ваш выбор пал на препараты защиты семян на сетке, да, там, в этом сезоне, наверное, Vibrance Integral, Vibrance Trio, которые будут активно, скажем так, проследить, вы можете обратиться к менеджеру, да, и спросить, попросить его провести анализ. Вот, это ничего не будет стоить для вас. Ну, это вот тот самый Slack-анализ, который мы активно продвигаем, правильно? Ну, да, у всех менеджеров по стране есть вот эти небольшие чемоданчики, да, которые там волшебные, как и все говорят, если вы купили, там, наш препарат, менеджер может приехать, провести первичную настройку оборудования, при помощи Slack проверить еще раз, там, ага, все хорошо, и, как говорится, дальше продолжать. Если уж совсем прям захотелось точно узнать, да, можете отослать, естественно, через менеджера на химический анализ на действующие вещества, где там вам дадут сколько чего из каждого, в граммах, да, вешать в граммах, попало на семена, и дадут даже сертификат качества обработки, то есть, насколько качественно эти семена обработаны. Но это затянется чуть время, да, от этого пересылка образца и так далее. Многим, особенно все зерновые, да, так не надо. Но, например, если вы продаете эти семена, да, кому-то собираетесь продать, то как раз такие вот, такие некие заключения, да, я думаю, что могут вам помочь, что вот у меня действительно столько-столько нужно тут препарата нанесено, все с ними, с семенами хорошо и так далее, это мы можем, да, помочь с этим. Ну, условно говоря, такая, как независимая экспертиза, которая дает сертификат о том, что… Третья сторона, назовем. Да, препараты наши обязательно, да, мы оказываем поддержку только на препараты Сингенты, для защиты семян, естественно, поэтому, да, если там будет не наш, мы узнаем и, к сожалению… Ну, мы укажем это в заключение, а там, собственно говоря, уже, как говорится, решайте сами, что быть и чему-нибудь. Наверное, в заключении стоит сказать, когда же, наконец, вот Агрария уже, я не знаю, там, у них появится возможность непосредственно заказать эти сервисы и на сайте, и через менеджера, может быть, это уже можно сделать сейчас. Одна из миссий института, это все-таки образовательная, и мы подготавливаем специалистов разных уровней, да, скажем так, инженеров, механиков, которые будут работать на сложном оборудовании, например, на каких-то заводах, либо тех же настройки ПС, так и, скажем так, агрономический состав, куда приглашаем на эти визиты, да, на сторонних, скажем так, специалистов, которые рассказывают о культуре, о нюансах, которые уже все давно забыли, со школьной скамьи, скажем так, да. Скорее с вуза все-таки. Да. Я как-то в биологии не помню в школе, как вы обрабатывали семена. Поэтому, да, мы готовы вас встретить, провести программу. Сейчас у нас есть на работе, да, скажем так, одна из зерновая, да, которая сейчас актуальна, где мы как раз-таки разъясняем, в чем разница между семенами и зерном, да, и как добиться, чтобы у тебя в тонне все-таки было тонна семян, а не тонна зерна. Вот. Поэтому, милости просим, опять же, все такие вот визиты вы можете со своим менеджером Сингента обговорить, и обязательно он вас привезет в Институт защиты семян. Ну, как говорится, не забудьте, что надо будет нам собрать все-таки группу и всем согласовать свои графики. Все, да, там вся эта организационная деятельность пройдет, и менеджер сделает максимально комфортно для вас. Хорошо, спасибо, коллеги. Понятно, что сервисы нужны и полезны, и срочно всем нужно искать телефон и звонить менеджеру Сингента, собственно, в регионе. Я ж, ну, вы их так знаете все. Не наизусть, кстати, вот, уверен на 100%, все забиты в телефонных книжках. Спасибо же, мы заканчиваем этот выпуск подкаста Сингенты. Павел, спасибо, что пришел. И в следующем подкасте мы поговорим, продолжим рассказ о сервисах Института защиты семян. Там мы поговорим про конкретный сервис, который оказывает химическая и биологическая лаборатории Института защиты семян. Как это длинно звучит, но тем не менее. Павел, спасибо, что пришел, и до новых встреч. До новых встреч, Олег.